Слава нашему Господу, прежде всего хочу сказать, что Он есть наш Господь, и у нас есть надежда. Вот с чего бы я хотел начать, то, что у нас есть надежда на нашего Господа. И это не пустые слова. Как уже Сергей говорил, что это прикоснулось к нему, то, что я ему рассказал, этот сон. Вы знаете, я сам по себе не сильно обычно воспринимаю сны как откровения. Я всегда шутил, ну ты, наверное, переел, потом тебе приснилось и еще что-то. Но в то же самое время я верю, когда Господь дает откровение человеку, это понятно. Человек понимает, о чем речь идет. Человек получает откровение и вразумление. Вот такой сон я верю. А просто что-то абстрактное, и потом мы начинаем накручивать. Такие вещи я как-то стараюсь как-то сторониться, этих вещей. И почему я вот, когда мне приснился этот сон, я точно знал, что это от Господа. Вы знаете, приснилось мне где-то три недели тому назад. Не могу даже вот вам объяснить. Никогда в жизни такого животного, что ли, как бы сказать, не видел. Как бы змея, не змея, короткая, очень большие глаза, расплюснутая, как будто какой-то акварин, как скорпион. Он в то же самое время имеет хвост и жало в хвосте по 90 градусам. И вот эта змея, как бы на мой взгляд, где-то там, не знаю, фит, может быть, чуть больше, она меня ужалила. И я беру ее, вытаскиваю, она меня еще раз жалит от злости, что я ее вытаскиваю. И так она раза три меня ужалила, было очень сильно больно. И когда я вытащил ее, бросил на землю, у нее глаза такие большие, но когда я смотрел в эти глаза, я понял, что у меня уже страха к этому нет. Когда она меня жалила, у меня был страх. Большущие глаза такие, которые, как бы, вводили тебя в страх. Но когда я бросил ее, вытащил это жало и бросил ее, в ней жало так же и осталось. Но когда я смотрел в глаза, у меня не было больше страха по отношению этого жала, по отношению этого, то, что я пережил. И когда я проснулся, я сразу понял, что я заболею. Я сразу понял откровение это. Я заболею. Но я начал рассуждать, ну почему, мне приснилось. Почему многие люди болеют на сегодняшний день. И я как-то до этого рассуждал, что мы как христиане, нас Господь будет хранить. После этого я понял другое. Господь нас... Мы в этом мире. Все, что люди переживают, мы тоже самое будем переживать. Но Господь нас хранит и дает нам откровение, что это жало не имеет силу. Вот в этом наша, как бы, защита и благословение. Что тот страх... И я понял, вот эти глаза, это как духовные вещи. Я как бы... Для меня такое вразумление произошло. Что вот эти глаза, которые на меня смотрели после того, как я вытащил и выкинул, они... Этот страх больше не имеет силы. И вот эта тактика дьявола, чтобы нас с вами на сегодняшний день вогнать в нашу жизнь страх. То, что мы переболеем, может быть, не все или все, не это важно. Мы люди по этой земле, мы будем так же переживать трудности, как и все люди. Мы ничем не особенные и мы не любимчики у Бога. Каждый из нас будет иметь какие-то своеобразные свои трудности переживать. Но то, что Господь показал мне, то, что Он дает нам надежду, чтобы мы надеялись на Него, что это жало, оно не имеет силы. Имеется в виду, что страх, чтобы не преодолевал тех, кто сегодня болеют, пусть они имеют упование на Господа. Потому что дьявольская тактика сегодня христиан вогнать в страх. Вы знаете, и я получил мир в сердце, и я успокоился. И я вам скажу, что я уже когда знал после этого сна, что через несколько дней я заболею. Я просто молчал, никому не говорил, но я имел мир в сердце, я был спокоен. Но я знал, что я уже заболею. И я имел веру в то, что Господь имеет силу провести через это нас. И никакой жало дьявола на сегодняшний день, оно нас с вами не может запугать. Вот в этом есть наша надежда на Господа. То, что дьявол не имеет власти над нами. И мы вправе избавиться от этого через веру нашего Господа. Слава нашему Господу. Мы думаем, что Он есть наша надежда. И на Него мы уповаем. Слава нашему Богу. Давайте мы помолимся сейчас. Вы знаете, хочется помолиться сейчас вот этой молитвой, чтобы страх не преодолевал людей. Давайте мы просто изгоним этот страх из жизни людей. Все, кто болеет сейчас, пусть этот страх не имеет никакой власти в вашей жизни. И вы увидите, насколько вы просто имеете... Выбросить этот страх, вера просто наполнит ваше сердце. И вы пройдете с уверенностью все трудности, которые вас сейчас преодолевают. Слава Тебе, наш Господь. Я благодарю Тебя, что Ты есть Бог всемогущий. И что Ты, Господь Иисус, заботишься о нас. И даешь нам, Господь, силы. И Господь Иисус, даешь нам веру, Господь. И Ты показываешь нам, что дьявол сегодня не имеет силы, не имеет власти. И страх, эта тактика дьявола сегодня, она не... Этот страх, он не принадлежит нам. И мы идем против этого. И я благословаю каждого человека, кто сегодня болеет, чтобы этот страх не преодолевал их сердца. Чтобы они были свободны от страха. Господь, я просто благословляю каждого человека. Все, кто сегодня участвует, все, кто слышит. Во имя Твое, Господь, пусть они будут благословены. И пусть страх не имеет сил и власти в жизни этих людей. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты есть наша надежда. Аминь. Аминь.